Привет всем! Сегодня парфюмерные пустые баночки. В этот раз у меня три пустышки. Это интересно, у меня довольно-таки много всего закончилось. Как раз прямо перед переездом, и слава богу, можно выкинуть. Давайте начнем с моего любимчика. Это ваниль грейпфрут от La Vanilla. Я уже говорила в своей ротации, что у меня закончился этот флакончик, куплю ли я еще этот аромат. Скорее всего, со временем, да. Это аромат очень ванильный, немножечко горьковатый грейпфрут присутствует. Это больше ничего, очень спокойный, легкий аромат. Ваниль достаточно натуральный, приятный. Это практически соли флора, только две ноты здесь. И мне показался аромат достаточно симпатичным для такого простого запаха. Дальше еще один грейпфрутовый аромат. У меня что-то, видимо, в последнее время на грейпфрут потянуло. Это аромат At The Body Shop. Розовый грейпфрут. Это совершенно горько-грейпфрутовый аромат. Очень натуральный, на мой взгляд. Во всяком случае, в сравнении с другими грейпфрутовыми ароматами, или ароматами, которые базируются на грейпфруте. И здесь 30 миллилитров. Был он у меня в сумочке. И освежающий. Буквально вот освежающий аромат. Летний плохо держится. Надо это обязательно упомянуть. И последний аромат, который у меня закончился, это очень весенний аромат. И это чайная роза. Tea Rose от The Perfumers Workshop. Это был большой флакон. 120 миллилитров целых у меня закончилось. И, честно говоря, это такая немножечко пластиковая. Все-таки, мне кажется, немножко пластиковая роза. Чуть зеленоватая. Посоветую ли? Скорее нет. Держится не очень. Очень дешевый аромат. Мне понравилась упаковка. Очень приятная упаковка. Это уже не первый мой флакончик. Это аромат моего детства. Но, с другой стороны, я думаю, все же есть лучше ароматы розы. Даже включая в наше уравнение цену, все же, я думаю, стоит взять что-то более высокого качества. Этот аромат неплохой, но не особенно ни в коем разе. Итак, это все три пустые ароматы, которые у меня закончились в последнее время. Надеюсь, вам было весело посмотреть. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok